Привет, друзья! Это IT News, новости из мира высоких технологий. С вами Диас Аркинов. Поехали! Этот шаг на пути к реализации концепции SpaceX по обеспечению глобального доступа в интернет, независимо от местоположения. В этом году в партнерстве с сотовыми операторами была запущена функция отправки текстовых сообщений, а в 2025 году голосовая связь и передача данных. Согласно заявлению SpaceX, добавление сервиса DTC позволит операторам мобильных сетей по всему миру обеспечить беспрепятственный глобальный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц на суше, озерах или прибрежных водах. По сообщениям источников, объем годовой выручки компании OpenAI превысил отметку в 1,6 миллиардов долларов благодаря активному росту чат-бота ChatGPT. По состоянию, на середину октября этот показатель составлял 1,3 миллиарда. Об этом пишет издание The Information со ссылкой на собственные осведомленные источники. С тех пор, как ChatGPT был запущен в феврале этого года, OpenAI поддерживает волну устойчивого роста по мере увеличения количества подписок пользователей. Последние данные показывают, что компания может генерировать до 130 миллионов долларов ежемесячного дохода, но еще более впечатляющим является финансовое сравнение позиций стартапа в 2022 году. По предоставленным данным, выручка OpenAI за 12-месячный период в 2022 году составила всего 28 миллионов долларов. Если взять в расчет последнюю цифру, это будет означать, что годовой рост выручки компании составляет 5700%. Огромный рост, вероятно, привлечет интерес инвесторов, поскольку, согласно Bloomberg, OpenAI ищет возможность начать новый раунд финансирования с целевой оценкой в 100 миллиардов долларов или больше. Подробности о потенциальных новых партнерах компании пока не называются. Также стоит отметить, что OpenAI не сообщила, сколько именно тратит на работу ChatGPT. Компания Apple предпринимает шаги для законного использования чужих текстов и фотографий в целях обучения своих систем искусственного интеллекта. Компания готова инвестировать до 50 миллионов долларов для получения доступа к архивам издательств, сообщает The New York Times. Это решение является ответом на возрастающие озабоченности по поводу авторских прав в связи с обучением больших языковых моделей на общедоступных данных. До недавнего времени планы Apple в сфере искусственного интеллекта оставались не совсем ясными. Однако, по информации The New York Times, компания уже ведет переговоры с ведущими англоязычными издательствами для получения прав на использование их материалов. Некоторые издательства, опрошенные The New York Times, высказали опасения относительно сотрудничества с технологическими гигантами, учитывая прошлые негативные опыты с компаниями вроде Meta. В частности, издатели беспокоятся о потенциальной неопределенности условий сотрудничества и о возможности нести ответственность за использование Apple их интеллектуальной собственности. Еще одним вопросом является то, как Apple планирует применять разработанные искусственным интеллектом системы в новостной индустрии. Существует опасение, что Apple может в итоге конкурировать с издательствами. Тем не менее, рыночные участники положительно восприняли тот факт, что Apple сначала обратилась за разрешением, в отличие от некоторых разработчиков искусственного интеллекта, которые рассматривают вопросы лицензирования уже после начала работы с материалами. Субтитры создавал DimaTorzok